Приветствую вас! И чтобы правильно воспитать ребенка с мужем-тираном, нужно понимать откуда растут ноги у самой тирании. Тиран это слабый человек, который за счет своей неуверенности в себе, за счет своей слабости, за счет внутренних конфликтов, не видит иного пути, кроме как полностью подчинять тех, с кем он живет. И это является признаком эгоистичности, эгоцентризма у человека. То есть мужчина думает только о себе, не думает о том, что чувствуете вы, чего хотите вы с ребенком и так далее. Соответственно, относиться к нему нужно именно так, как к некому негативному, но надоедшему, но неизбежному условию жизни, который имеет как негативную сторону, так и иногда позитивную. То есть, по сути, как стихийное бедствие. И ребенка, да и в принципе вам за мной, а начинать нужно все-таки с поведения вашего, потому что ребенок ориентируется на первых порах, особенно только на то, как вы себя ведете в той или иной ситуации. И это очень важно. Так вот, значит, вам стоит вести себя так, чтобы на тиранию, на проявление тиранического поведения, вы не обращали бы никакого внимания, абсолютно. То есть, ну, покричал, поподчинял и ушел. А вы сделали так, как считаете, нужно все равно. И именно в таком мы и ключе, ну, и надо воспитывать и ребенка. То есть, нужно понимать, что мужчина, который ведет себя как тиран, это человек, неуверенный в себя, слабый. По сути, это взрослый ребенок, который хочет так, чтобы все было по его воле. Но, при этом, в отличие от ребенка, который не понимает, как себя еще вести, тиран – это человек, который, ну, как бы сказать, сознательно пришел к выводу, что только лишь в подчинении он может обрести счастье. Но в действительности этой иллюзии никакого счастья в тирании нет. И потому человек, являющийся тираном, довольно несчастный. Он пребывает в постоянном нетном стрессе, ведь ему нужно всех контролировать. Это очень серьезные затраты психологической и физической энергии. И это очень тяжело для него. Поэтому такого человека нужно пожалеть. И так же, как ребенка, мы его не воспринимаем серьезно, когда он истерит по поводу того, что что-то не получилось так, как он хотел. Так же и вашего мужа не нужно воспринимать серьезно, когда он ведет себя, как тиран. А воспринимать, как такого, знаете, разбушевавшегося ребенка, который капризничает, пока капризничает, успокоится или уйдет. И вы спокойно делаете то, что вам нужно. И вашего ребенка нужно воспитывать именно в таком же ключе, в таком же духе, в таком же стиле. Папа – это человек, который не серьезен, его нельзя воспринимать серьезно. Он действует как бы не совсем адекватно, так нужно ребенку внушать. И несмотря на то, что, в принципе, он живет с вами, любит вас и помогает вам, он все же не тот человек, которого стоит слушать, когда он говорит что-то. Потому что его слова, его поступки не являются адекватными, объективными и сколь-либо здравосмыслящими. Именно в таком ключе нужно воспитывать ребенка, чтобы он не вырос занятым, забитым, чтобы он осознавал все-таки свободу. И самое главное, понимал причины тираней, чтобы не связать свою жизнь с таким человеком в будущем. На этом все. Надеюсь, что помог. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.